Но мы также спрашиваем Господь, что Ты хочешь сделать. Иногда Он просто хочет искупать нас в Своем присутствии. Но также часто хочет проявить, высвободить Свою силу. И то, что мы обнаружили, что нет никакой боли в Божьем присутствии. Проверьте в следующий раз. Вот, например, у вас будет там какая-то боль в колене, в локте. Когда слава присутствует, то не чувствуем этой боли. Она уходит. Невероятно. Когда Бог дает нам, в Своей славе проявляется, то мы берем то, что Он нам предназначил по вере. То есть, это большое такое даяние от Бога им самим, ну, через Него, нам всем, когда мы в Его славе. И просто получать это нужно. А, да, был вопрос там какой-то. Вы говорили о Деливерансе. that woman so i i've seen sometimes people believers and who pray over some people that they would receive a deliverance and they are like doing that but also this those who pray they also feel like that why why does it happen they are those who pray also feel bad he saw that why i i personally have never felt that but it may be very similar to like words of knowledge that god gives let me illustrate let's say we're in a meeting and somebody has a need that has been damaged например мы собираемся на какое-то собрание и дается слово что у кого-то повреждено колено например and so i believe that the lord is wanting to heal in this particular meeting и я верю что бог сейчас хочет исцелять на этом конкретном служении на этой конкретной встречи и вдруг мое колено начинает тоже болеть ни с того ни с сего или становится очень теплым это тоже может быть как одно один из видов проявления слова знания the holy spirit is telling me that there's somebody in the room who has a need that he wants to heal то есть дух святой говорит мне что есть здесь присутствует кто-то кому нужно исцеление колено то есть то есть я предполагаю что это может быть как слово знания и поэтому их тоже точнее как будто бы ну сейчас вот что-то выйдет из этого человека и с ними поэтому так происходит но я сам по себе никогда такого еще не переживал мич как насчет тебя тебя такое было я не могу вспомнить тоже первый раз такое слышу но это как бы единственный вывод который я могу сделать объяснение но не все не обязательно всех тошнит и не надо пойти там вырвать специально чтобы доказать что тебя получилось освобождение я видел как люди кашляют например и во время вот этого откашливания я видел как что-то выходит я видел как люди просто открывают рот и вот так вот я видел как будто бы змея выходит из нее большая другие моменты я ничего не вижу кроме того что просто тело расслабляется что-то их оставило и просто тело расслабляется больше всего вот так именно видео такие проявления а и а и 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 Да не может такого быть, ты что? Чего вдруг? Если я под Божьей властью, чего вдруг? Но если я, конечно, в бунте, понятно, что если там открытая дверь, я что хочу, то делаю. Если я в бунте, то вообще, ну, это бред идти еще из-за кого-то освобождать из-за самого проблемы. Но у меня нет такого страха. Я под властью Божьей. Я покрыт кровью Ишуа. Дьяволы, демоны, они действуют на основаниях власти и авторитета. У них нет, когда власти над нами, ничего они не могут, ну, сделать. Да, проблема также, ну, может быть, просто в другом, что многие верующие не знают того авторитета, который они имеют, и власти. И просто та власть, которой владеет дьяволом над этими верующими, исходит из того, что они как бы верят так, что, ну, что так может быть. Мы знаем, что власть дьявола была, ну, как бы, опровергнута и разрушена Ишуа 2000 лет назад. Он, как бы, ну, у него, как бы, такая ложная власть, ложный авторитет у сатану. Те верующие, которые, ну, верят, что дьявол имеет авторитет в их жизни, таким образом они дают ему открытую дверь. Поэтому, когда молимся за освобождение, ну, ни в коем случае нельзя поддаваться страху. И не закрывайте глаза, когда молитесь за освобождение. Потому что демон может и, ну, с грубостью проявляться, то есть физически как-то. Один на меня бросился, ну, в шею мне. Один просто руками начал размахивать. Пытался оттолкнуть. Но не нужно давать задачи. Нужно, как бы, отвечать своим, своей властью, которую мы имеем. Нужно сказать, остановись. Или они там начинают орать. Ну, не надо там орать, там тоже сильно. Можно так тихо спрашивать. Спокойно. Потому что мы не с человеком имеем дело, как бы, с демоном. То есть, ну, мы разговариваем, как бы, с демоном, потому что в данный момент его, как бы, ну, с ним боремся, но также относимся нормально к человеку, в котором он находится, да, то есть, ну, к личности. был такой семинар, и все люди, которые присутствовали там, мы попросили их выйти, чтобы мы им послужили, они так выстроились. и в это время, и в это время вдруг одна женщина начала размахивать руками, кричать, потом, ну, как бы, бес повалил ее на пол, и она просто начала крутиться, вот так вот. Некоторые люди на семинаре никогда такого вообще не видели. И, ну, их, они просто были шокированы, увидели. Ну, как бы, достаточно, что он там, нам не надо, чтобы он всю дорогу там проявлялся, как-то крутил, вертел. Я подошел к ней и сказал так, стоять на месте. И она еще раз перекрутилась, я сказал, остановись. Все. Остановился. У нас есть авторитет над демокрой. Не нужно там ждать каких-то суперпроявлений, и не нужно драться. Можно сказать, просто остановись. Я приказываю тебе во имя Ишиа выйти. Но когда мы молимся и молимся за освобождение, то человек, который, ну, как бы, под властью, то он тоже должен захотеть, чтобы получить это освобождение. Если они не хотят получить освобождение, то они его и не получат. Я видел, как люди, как бы, пытаются освободить кого-то, а личность, находящаяся под властью, не хочет этого. И когда вот вы, если вы хотите там побороться сильно, то вот это именно тот случай, когда очень сильно борьба. И начинается такая борьба. В них сидит кто-то, который имеет власть, и у вас есть власть, и вы начинаете, а тот человек не хочет освобождения, и начинается такая борьба. Но эта женщина в данном случае, она хотела освобождение, и ей сказал, попроси, скажи, я хочу быть свободным, во имя Ишуа, от всякого демонического влияния. И мы молились за нее, служили ей, и резко просто ее глаза открылись, закрылись. А, закатились. И ее глаза закатились, рот широко открылся, и там голос такой прозвучал, мы никуда не уходим отсюда, мы здесь уже долго. Я люблю иногда так, поумничать с демонами. И я сказал, даже если ты там со времен Адама, мне чихать, давай выходи. Ну, так чуть пообщался. И он сказал, никуда не пойдем. И я сказал, уже во имя Ишуа. Она так широко открыла рот, что я никогда не видел. И она начала кричать, и вот эта штука начала выходить из нее. Ну, как бы я не следил за временем, но это просто длилось минуту за минутой. И в какой-то момент она просто закрыла уста и упала. И все было в порядке. И мы уже служили, как бы для нее молились о благодати, о полноте Духа Святого. Ну, и она вот так вот, как бы без сознания была час или полтора. И когда она уже поднялась, то она была, ну, абсолютно не боялась того, что произошло с ней. А? А, не сознавала? Не сознавала. Но она знала, что она получила освобождение и что ей служили. А, она даже, ну, не знала, что там демон говорил. И это хорошо, потому что они еще говорили такие определенные вещи, которые в будущем, может быть, дьявол мог бы использовать, чтобы ее как-то, ну, мешать ей. Ну, и было бы таким ммм, 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 мм, да, то есть это было бы таким, возможно, препятствием для нее в дальнейшем, если бы она слышала то, что говорил вот этот демон. Но, опять, большинство освобождений не такие, там, драматичные. И, ну, большинство случаев просто приказываем и, ну, так вот, расслабляется человек просто. Another question. We're off schedule, it's okay. Да. When we pray for deliverance, should we always put our hands on that person or it doesn't matter? I always try to hear what the Holy Spirit is saying at the moment. Я всегда пытаюсь услышать, ну, прислушиваюсь к тому, что говорит Дух Святой в такие моменты. Иногда делаю, иногда не делаю так. If it looks like it's going to be combative, I don't. Но если вижу, если будут какие-то там проявления, то есть будет, ну, начнет там, например, руками размахивать или что, то такое-то я не буду возглавлять руки. I laid my hands on one one time например, поставлю руки, он начнет там драться. Но мы же не должны там драться. But again, you don't close your eyes. Because you need to be watching what's going on with that. Нужно всегда видеть, что происходит. And in case they do swing, you don't want to... Если будет там удар справа, то нужно будет увернуться. Do you only have special deliverance ministries or special meeting for deliverance or you also, during your gathering or service, you see that some people need the deliverance and you invite them to come. All right. We... This is how we do deliverance. We have a weekend seminar where we teach on how they can be set free. And then on the last portion of that seminar we actually pray over everyone and help them to be free. And then if any of the people who attend believe they need additional help, then we set up a meeting with them with a two-member team. Если люди, которые вот посещают и они понимают, что им еще нужна дополнительная молитва, то мы назначаем встречу и, ну, например, еще двоих служителей я приглашаю для этого. И, то есть, в это время как бы команда молится, чтобы получил человек уже такое окончательное освобождение там. но мы как бы на обычном нашем собрании воскресном не ходим и не выискиваем демонов. Мы не говорим так там кому-то в толпе, слышишь, ты там у тебя там у тебя демон выходи сюда или у кого есть демон поднимите руки. а мы уже это спрашивали. спрашивали. что всегда есть проявление по-любому. Но даже если он не знает, все равно как-то это проявится. Да мы же спрашивали это. Но он так мы его же спрашивали не закончил. А, но он еще не закончил. Но в конце как бы воскресного служения есть специальное как бы служение. люди выходят. Мы приглашаем людей нуждающихся в молитве в том, чтобы им послужили. Они выходят и команда молится за них. Если они видят, что нужно освобождение именно в этот момент конкретный срочно, то они именно в этот момент и молятся. если они видят, что будет какое-то сверхъестественное проявление, какое-то, ну, как-то это будет очень ярко выражаться, то переходят в другую комнату для молитвы. Но также то, что мы делаем и то, что мы говорим таким людям, мы говорим, что вам нужно еще дальше пойти в этом, еще вам нужно время, чтобы вам послужили. И таким людям рассказываем, когда следующий такой семинар освобождения. Мы пытаемся объяснить им, что им нужно пройти этот семинар. на этих семинарах правде, истине, что мы не только призваны, чтобы освободить, но показать и объяснить им, что им нужно жить в свободе. То есть семинар учит не только как получить освобождение, но как жить в этой свободе. The question was if a person always understands that he has something inside, like demonic prisons. Are you saying do they always understand? Yes. Но они не всегда понимают. But it always can be seen if there is something. People who are trained can quickly identify by a person's conversation and their mannerism if there is a demonic They who постоянно молятся за таких людей they Я хочу, чтобы за меня помолились, потому что постоянно делаю одни и те же вещи и ничего не могу, не могу найти выход в этом. Но и когда нам такое говорят, мы не отвечаем сразу таким, слушай, у тебя там бес. Потому что для многих людей это, ну, так оскорбительно, да, и они уходят. Но я знаю, общину где-то делают. Ну, и мы как бы приглашаем их на служение, где им могут помочь. Да, да. М-м-м. М-м. 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 как как should be the right behavior towards the person that we see is under demonic influence are you talking about like in a worship service or you talking about like walking down the street for example when i when i have a conversation with any person and i or i have a relationship with him i'm talking to him right now and see for example например с другом да там ну да ты права что мы конечно же и имеем дело с личностью с человеком и к человеку нужно всегда относиться с любовью мягко и с уважением и давать ему надежду не обвинять его но если видишь что человека проблема и он может быть свободен я бы перевел разговор в таком случае в плоскость вещей которые делает человек своей жизни но хочет изменить их и когда человек признается что да есть какие-то вещи которые хочу изменить которые меня беспокоят то тогда я уже отвечаю таким образом что я знаю как тебе помочь есть путь то есть нужно перевести разговор в плоскость в которой человек признает или мы можем ему сказать что знаем способ как ему помочь и отложить ему помочь и he can receive a deliverance if he is ready or he agrees with that is it enough for him to say I refuse from any demonic power and authority in my life and accept Jesus sometimes иногда да again we've got we've got a seminar that nine to how many hours nine to nine is twelve so that minus three is nine and then two again so we have a we have like a twelve hour seminar where we teach on that to 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 not to help people get set free but also to train other people how to help people not only teach how to get free but help people get free Опять мы перешли от молитвы к освобождению. Так, пять минут. Запомните это. Два, пять и четырнадцать. Два, пять и четырнадцать. Два пути, через которые враг может влиять на нас. Один – интрусия. Один путь, которым он атакует. Большинство атак через предложение, искушение. Или такое прямое вмешательство, то есть такие обстоятельства пытаются сделать, чтобы повредило нам. Но другой момент, через который он влияет, это то, что мы ему предоставляем, это возможность, то есть легальная почва. То есть мы даем ему авторитет и власть в нашей жизни. Вот эта вот легальная власть, она получается через пять вот таких вот как бы дверей. Итак, две вещи, то, что мы два в это записали влияние, это атаки и легальная почва. Потом пять, это пять открытых дверей. Вчера говорили «непослушание» или «сознательный грех». Непослушание или «сознательный грех». Бунт или бунт. То есть, если мы именно решаем сделать что-то против Бога. Даже если я имел, ну, как-то неправильно отнесся к кому-то, не значит, что все, дьявол ворвался в мою жизнь. Но если Дух Святой говорит, что ты неправильно поступил или поступила, и стоит пойти извиниться, а я говорю «нет, я не пойду». Это открытая дверь. То есть, это значит, что я сознательно не послушался. То есть, непослушание Богу. Вы имеете в виду внутренние клятвы. Помните, вчера об этом говорили. Родовые проклятия. Okay. Some of those come through ancestral lines. Some of those are generational. They come through the generational lines. I've said that already. Ну, то есть, опять же, родовые проклятия. Another open door is wrong response to a traumatic experience. Из-за душевных ран, то есть, какое-то неправильное поведение. Особенно в детстве. Те раны, которые получены в детстве. And the last one would be unforgiveness. И непрощение. Если, например, человек не получает освобождение, то чаще, часто это значит, что есть непрощение в жизни. А непрощение дает демону авторитет и власть в жизни. То есть, такое глубокое освобождение встречается всегда с вот этими пяти открытыми дверями. Часто. А, потом, есть такая вещь, как плоды духа. А, корневые духи. Рут. You know, like a plant has a root on the ground. Ну, знаете, вот как у растений есть корень. То есть, есть, но мы как бы распознаем, что есть 14 таких основных или корневых духов. И по плоду мы видим, какой корень. То есть, другими словами, мы не разбираемся с плодом только, но с корнем обязательно тоже. And so, our people are trained, when they see certain fruits, they know that they understand what's the root of it, and so they go for the root. Итак, когда человек видит плод, он знает, какой корень, и разбирается с этим корнем. So, it's good to have the training and know all of that, so that when you're dealing with someone, you know, you can have the wisdom and discernment to know, okay, this is what we're dealing with, and this is how we need to approach it. То есть, когда служим, получаем такую мудрость о том, что, как разобраться с тем и с тем. And so, that's what we do when we are helping a person get completely and totally free. Мы так поступаем, когда служим человеку для того, чтобы он получил полное освобождение. But even so, there is still power in every believer that can say to a demonic spirit in the name of Jesus, I declare you to come out. Но в то же самое время, все равно у каждого верующего есть власть над своей жизнью, запретить бесу действовать в его жизни. And so, if that individual hasn't given it authority, hasn't given it legal ground, then it'll come right out. То есть, если этому бесу была дана какая-то власть или вот эта вот легальная почва, то все равно мы имеем силу его выгнать. Again, the greatest deliverance is one that not only sets people free, but helps them stay free. То есть, великое освобождение заключается в том, что мы не просто освобождаем человека, но учим его жить в свободе. Например, бес имеет легальную почву в жизни человека через одну из открытых дверей. Но я, например, имею такую сильную власть и авторитет, и говорю этому бесу выйти вон. Но если этот человек не разобрался с этой открытой дверью, догадайтесь, что случится в следующие дни. Бес вернется. Да, то есть, что если человек не будет наполнен снова, то бес вернется и возьмет с собой еще злейшую. Вот, can you name that 14 roots? Not all. Can you? Oh, he's got the manual. Yeah. Сейчас назовет 14-летних корневых духов. 14 root spirits. Are we on that page? Okay. Here they are. Let me go to the chart in the back. Very good. Okay. Spirit of infirmity. Infirmity. Sickness. А, дух болезни. Немощи, да. Like in Isaiah 53, they bore our sicknesses, diseases. Да, как вот в Исаии 53 взял на себя наши немощи. Spirit of fear. Дух страха. Of whoredom. Sexually immoral. A little pervert, yeah. Well, I've got another one. Bluda. Yes. It has sexuality. Idolatry. Spirit of 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 idolatry. Not my mind. A lying spirit. Spirit of idolatry. Spirit of idolatry. Of course, all of them are liars. Дух как бы неправильного. Can you give a place in the Bible? Oh, I don't have it listed here, but these are... I don't have it listed here, but I can. I mean, all of these come right out of Scripture. But you're looking for the word that fits your translation. I don't... Because I can translate, but would it be the good exact translation for that spirit? Well, I don't know. You might have to... I would... Just like... No, I want to... Чтобы это нашим переводам соответствовало, я могу перевести там, но... Hold on. Oh, yeah, hold on. I'm down. Сейчас он найдет. Местописание будет говорить сейчас. Ну, дух типа неправильного мышления. Ну, может быть. 1 John 4, 6. 1 John 4, 6. Это вот этот вот сейчас, следующий дух сейчас я найду. What does it say? It's the difference between the... The script says it's the difference between the spirit of truth and the spirit of... 4, 6. 1 John 4, 6. Дух заблуждения. You're messing with the video, man. You don't know what to do. We won't quit. What did you say? What did it call it? Yeah, spirit of deception. Yeah, okay. That's what I thought. Spirit of haughtiness. Pride, yeah. Гордости. Can you give us a passage? Proverbs 16, 18, and 19. Притчи 16, 18, and 19. Proverbs 16. 16, verses 18 and 19. Притчи 16, 18, 19, стих. Spirit of perverseness. It's like homosexuality is a perversion of what is right. It's like perverseness. Isaiah 19, 14. Isaiah 19, 14. It's like homosexuality is a perversion of what is right. Yeah. Spirit of perverseness is Isaiah 19, 14. Isaiah 19, 14. We have, in our translation, it is called like, spirit of drunk, drunkenness. Yeah. Yeah. That's not a good translation. It's a very bad translation. But I think what they're getting from that is, it's drunkenness is something else is in control other than yourself. Something else is, that still doesn't translate. Don't try to justify our translation. Your translation needs help. Yeah. I'm going to say, let's not correct our translation. He's sitting and thinking, how to correct it. He says, yes. Yes. Is there someone in Tanakh? Yeah. Is there someone in Tanakh? Is there someone in Tanakh? Is there someone in Tanakh? Tanakh is very high? I have any questions. Listen, I'm thinking of other scriptures when the Bible talks about things being perverse. Out of God's original plan. Yeah. 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 Because there's several references to perversion in scripture. It's not what God had planned. Yes. Do you have the original Hebrew? What do they say? Drunkenness. From the original Hebrew? Okay. So what is your word, though, for perverse? Yeah, I translated it like... But what... So you do have a word for perverse? Okay. Yeah. All right. Did I give you spirit of bondage? Bondage. It's... Being bound. Being... Being bound. Being... А, maybe a slavery, spirit of slavery. Да, дух рабства. And that's Romans 8, 15. What? Romans 8, 15. Римлянам 8, 15. Divination. Divination would be like the occult. Да, 8. Что там? Acts 16, 16-18. The woman that was like the slave, the fortune-teller. А, да. So it's a spirit of divination. Acts 16, 16-18. Деяния 6, 16-18. Деяния 16, 16-18. 16, verse 16-18. Да. Это дух как предсказание. Ну да, но divination, it's like something different, different from knowing fortune, like... Не, 16-е. It's like the witch of Endor. She practiced divination. Ага. То есть, это... А, дух магии, как бы, вот такое вот. Да. То есть, да, спиритизм, ну, вот такое вот. And the spirits of darkness. То есть, общение с темными духами. Дух антихристо. 1 John 4, 3. 1 John 4, 3. 1 John 4, 3. Can we say that depression refers to that? Yes. Depression is part of that. И депрессия, как бы, это часть вот этого вот. То есть, это тоже можно сюда отнести. Исайя 61, 3. Тут написано унылый дух. Унылый дух, короче, это называется еще. You had a word for that? Да. Spirit of jealousy. Дух жалости. А, жадности, в смысле. Numbers 5, 14. Числа 5, 14. Жадности. Числа 5, 14. 5, 14. Числа 5, 14. Это даже не жадность, это дух ревности. Ну, такой дух, как бы, ну, называется ступора, в общем. Числа 5, 14, это дух ревности. А теперь дух такого, ну, тормоза, да. Romans 11, 8. Римлянам 11, 8. Сейчас посмотрим, как он там называется. Да, дух усыпления. 11, 8. Да, дух усыпления тут написано. Римлянам 11, 8. Does it mean that you always want to sleep? It can. You're always fatigued. Может быть и такое. Проявление может быть и такое тоже. They've got that spirit. They've got it. Well, we'll deliver it right now. Давайте сейчас им надоем. Они могут и внутри быть человеком, если открытая дверь. Но могут также, это самое, атаковать, в общем. Но мы можем противостоять. Если, конечно, даем им открытую дверь, то они входят. Can you give us verses for the first spirits we didn't write down? Okay, what's the first one I gave you? Давайте еще одно. Oh, Isaiah. Для тех первых духов тоже напишем местоописание. Well, let me give you the one in the New Testament. Luke 13, 11, and 16. Luke 13, 14, 16. This daughter of Abraham that Jesus healed. Remember the woman that had the issue of blood for 18 years? Да, но это для первого духа. Luke 13, 13, Luke 13, 14, verse 11, and verse 16. Luke 13, 11, verse 16. Fear is 2 Timothy 1, 7. Второе Тимофея, 1, 7. Дух Буда. Hosea 4, 12. It might be called like a spirit of adultery. Yeah. Or whoredom. Hosea 4, 12. Okay, what's it? Is that all of them? You said 4, 12 or 4, 11? Hosea. For which one? Hosea 4, 12. 4, 12. Unless in my notes are wrong. Does it not say it in 4, 12? 4, 12. Hosea 4, 12. Дух Буда. Oh, I still don't have three more? What's the other one? Idolatry. Yeah, idolatry. Spirit of idolatry is found in the Bible. Oh, and... This spirit is found in the Bible. Oh, it's in the Bible. It's in the Bible. It's in the Bible. Very interesting. The spirit of idolatry is found in the Bible. We didn't write it. Yeah. Is it the spirit of Jezebel? What about the spirit, actually? Well, you know, you're... We don't have that list. We don't have that list. Well, you see, that... I mean, I know we use that term, but when you look... You can't find that. Yeah. Yeah. Spirit of Antichrist probably comes closest to the Bible. Может быть, дух Антихриста очень похож вот именно на дух Езавелия. Well, and oftentimes, spirit of idolatry and whoredom is like the same spirit. А иногда дух блуда и дух идолопоклонства — это как одно и то же. То есть, идол — это то, к чему мы доверяем. И это идолопоклонство. Некоторые говорят, что вот блуда, идолопоклонство — это один дух. So, we're looking for... Is that it? Is that all of them? Idолопоклонство. Well, that's it. About a passage from the Bible. I don't have it. That's why I'm saying it's very much like the spirit of the Lord. And I don't know why I don't have that list. That's what it says here in the King James. So, the King James doesn't list? What does King James use for Isaiah? Adultery? Yeah. Is it... What does it use? Harlotry. Instead of whoredom, harlotry, does that translate? A harlot? No, prostitution, all it, adultery. Yeah, yeah. Okay. All right. So, I don't have the specific one on idolatry, other than I have it listed with... Idolatry? We're talking about idolatry. Idol worship, yeah. 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 Ну, в общем, idolatry поклонства не можем найти. Но, говорит о том, что это часто называется именно дух блуда в Библии. Idolatry поклонства. Okay. All the others we have, though, and then we're good. Все остальные мы записали, да? Ah. Two more. Mute spirit and lying spirit. Mute is Mark 9, 25-27. Mark 9, 25-27, это не мой дух. Mark 5? Yeah. Mark 9, 25-29. Mark 5, 25? Nine. Mark 9, 25. Through 27. Ah, 25-27. Тону тихо, тихо. What does it call it? And what does it call it in your translation? У нас тоже дух немой, да? 25-27. Нет, 27. You found it? Ah. Ага, ага. Yeah, we have it like unclean spirit. Well, that means, 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 mute and, right, and, yeah, 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 we call it deaf and dumb, yeah. Ну, то есть, тоже, можно сказать, глухой и немой. He rebuked the unclean spirit, and then he identified it, because, see, all of the spirits of darkness are unclean spirits. So, that's not one, yeah, yeah, no, I mean, I mean, that it means, yeah, yeah, there's not a clean demonic spirit out there, yeah. Oh, that's a clean one, you can. Which, you know, in witchcraft, people try to say that there's dark witches and white witches, because the white witch is good. Yeah. Ну, тут как бы, вот это, потому что нечистый дух, это он же немой и глухой. И он говорит, что, ну, не бывает такого, что есть какой-то демонический дух, типа, чистый. Есть нечистый, есть чистый. То есть, ну, они все нечистые, и, ну, там, привел пример, что говорят, что есть какие-то, там, белая магия, черная магия, то это все ерунда. Дух лживый, это второе параллель Паминон. Второе параллель Паминон, 18 глава, 22 стих. Да, есть такой дух, но это не корневой дух. Второе параллель Паминон, 18 глава, 22 стих. Евреям 2, 14-15, Евреям 2, 14-15. Ну, это как бы о духе смерти, но он не корневой. Знаете семьи, когда у них просто многие члены семьи поумирали в раннем возрасте? Это дух смерти, но он имеет взаимодействие с корневым каким-то духом. То есть, нужно разобраться и с духом смерти, но также и с корневым духом. Like Kennedy family? Like family Kennedy? Kennedy family? Like John Kennedy? Oh, yes, exactly, good. That's one of the examples we use. Yeah, the Kennedys. Look at all the untimely deaths in the Kennedy family. Ну, например, вот семья Кеннеди, они все поумирали там многие в раннем возрасте. Это тоже пример, который вот использует. Spirit and death on them. How do you recognize these root spirits? They connected with which areas of life? Well, each root spirits will manifest themselves a certain way with, you know, with the fruit that is producing a person's life. Просто каждый дух, он проявляется по-своему и выходит, проявляется в определенных плодах. Например, дух блуда, проявляется в том, что человек просто грешит, ну, сексуальный грех. Ну, и очевидно, что это корневой дух, вот, блуда. И также это может происходить так из-за родовых проклятий. Приезжайте в Николаев и вас послушайте учения об этом. You don't have school on Friday, so... When do we... When are we gonna have such... Here? Yeah. Talk to... Talk to rabbi. Yeah, я поговорю с Валентином Романовичем, да? Sure, man. Sure. I think it's both. I think it's both. So, in other words, if you're sitting in the class and we begin to go over, you know, here's the fruit that's manifested with this spirit, and they go, man, that's me. Ну, он спрашивает, то есть, когда проходят такие семинары, то людей учат там себе копаться и распознавать это или только, ну, или служить. Но он говорит, что понятно, что оно все соприкасается, потому что когда человек слушает о чем-то, например, как служить другим, и говорится о том, что вот будет такое проявление, и это такой-то дух корневой, то человек смотрит на свою жизнь и может увидеть это тоже в себе. И понятно, что он тоже и себе служит, и учится другим служить. То есть, когда, например, человек говорит, что я постоянно воткаюсь за похоть или за то, что я там смотрю порнографию, или то, что там у человека постоянно какие-то там мысли похотливые. То есть, оказывается, что на самом деле, ну, не нужно, ну, то есть, решение не в том, чтобы каяться постоянно, а оказывается, есть корневой дух, и нужно с ним разобраться. И нужно отрезать себя от этого духа. Это помогает, я думаю, что это помогает. То есть, человек осознает, благодаря этому, что его какое-то неправильное поведение обусловлено действием корневого духа. И таким образом человек, который видит это в своей жизни, может послужить другим. То есть, например, тот, кто служит, говорит тому, кому служит. У тебя дух блуда, тот говорит, да, у меня дух блуда, и служитель говорит, мы не хотим тебя здесь больше видеть, дух блуда, и тот говорит, что я не хочу тебя видеть, дух блуда, и это, ну, в таком согласии происходит освобождение. Смотрю, нас очень заинтересовало освобождение, да? Да, да, надо и нам практику сделать. КОНЕЦ 4 4 4 4 5 4 5 6 5 5 6 7 7 Я бы, ну, я собирался дать нам такое задание, чтобы мы подытожили все, что мы прошли. Но нам нужно делать перерыв. Ну, и я думаю, что мы закончим в час. At one. Yeah, you were going to get out early. Because the driver's coming to pick us up. So, let's go ahead and take your, what, 20-minute break? Actually, we have 40 minutes. Really? Yeah, 20 minutes for a break and 20 minutes for a prayer. But we can, we can. Oh, I'll tell you what. Yeah, instead of.